Один в поле не воин. Эта народная мудрость очень хорошо отражает проблемы сельского хозяйства. Сделать все самому, чтобы из посаженного весной зерна осенью получить булку хлеба – колоссальный труд, с которым в одиночку не справиться. Другое дело – разбить этапы работы и виды деятельности между несколькими людьми, которые будут друг для друга и поставщиками, и покупателями. А еще будут иметь общую технику и земли. Вот тогда будут созданы комфортные условия для работы и получения прибыли. Так действовать позволяет объединение людей в кооперативы. Проблемы и перспективы деятельности таких объединений на Кубани обсудили на выездном заседании рабочей группы по развитию сельхозкооперации, принимал которая Славянский район. Место встречи – станица Анастасиевская. Кооператив – ферма настоящих продуктов. Именно с этого небольшого, но уверенно развивающегося предприятия делегация рабочей группы начала свой визит в Славянский район. Возглавляли делегацию члены Совета Федерации от Краснодарского края Владимир Бикетов и Алексей Кондратенко, а также вице-губернатор Андрей Коробко. Ферма настоящих продуктов является одним из ведущих сельхозкооперативов края. Каждый в своей зоне ответственности здесь совместно трудятся на общее благо 11 пайщиков. Компактно на территории фермы размещено все, что нужно для успеха в отрасли животноводства, пояснил глава крестьянско-фермерского хозяйства, входящего в состав кооператива Николай Хачтуров. Дойный стоит там и на выгульных базарах. А здесь молодняк у нас здесь частично. Там тоже должен быть у нас здесь. Это ангары, это то, что мы построили. Вот как раз по граммам кооперативного. Мы будем хранить зерно. Члены кооператива, ну для чего это мы строили? Чтобы не платить повышенное хранение, приёмку, сушку, очистку на элеватор. Все, кто занимается производством, понимают, что чем больше функций предприятие может выполнить самостоятельно, тем выше его рентабельность. Потому предприятия полного цикла всегда выигрывают у одиночек. Благодаря государственной поддержке уже совсем скоро ферма настоящих продуктов решит проблему с хранением зерна. А как сделать из него корм для скота, здесь знают хорошо. Цех по производству кормов гудит постоянно. Обсуждая меню бурёнок, член Совета Федерации Владимир Бекетов отметил правильность подхода. Но рекомендовал не забывать и о том, что их производственные мощности могут производить корм не только для собственного стада, но и на продажу населению, которое занимается животноводством. Своё молочное стадо на ферме знают, можно сказать, с яслей. Родившихся телят на выращивание берёт один член кооператива. Когда тёлочки подрастают, он передаёт их другому участнику общего бизнеса. А молоко, полученное от них, для производства молочной продукции забирает третий. На что хорошо в кооперативе, у нас, ну, кажется, не может себе полный набор техники купить, понимаете? Вот у меня, например, комбайн, у Вадима комбайн, у него трактор, у меня серка, вы понимаете, да? У другого там культиватор, да? Мы сейчас берём, покупая какую-то вещь, мы уже подозреваем, что это пойдёт на кооператив. Даже если его купил член кооператива, понимаете, там, да? Вот то, о чём вы мне говорите сейчас, я это 20 лет рассказываю, что так надо делать. В небольшом помещении цеха, где рождается молочная продукция, продающаяся под маркой ферма настоящих продуктов, производится от привычного всем молока с массовой долей жирности 2,7 до молодых сыров. Приобрели недавно здесь и оборудование для производства традиционных итальянских сыров, таких как моцарелла, качёта и бурата. Вице-губернатор края Андрей Коробко попросил главного технолога фермы настоящих продуктов рассказать гостям производства о преимуществах именно их товаров. Как вы, как вы, как вы, скажите, чем лучше ваша продукция, не лучше, наверное? Лучше? Ну, естественно, от себя могу сказать, что у нас молоко настоящее, натуральное, да? И оборудование, которое предположено только для переработки настоящего продукта. Ну, мы не делаем сметану 10%, 20%, потому что мы понимаем, что это не сметана. Для нас сметана – это вот наша 35-45%. Её можно использовать как масло. Члены рабочей группы высоко оценили деятельность сельхозкооператива. Однако, по словам Владимира Бекетова, некоторые направления необходимо усилить. Это касается в том числе наращивания доиновостадок, которое сегодня составляет 110 голов. За кооперативами Владимир Андреевич видит будущее развития отрасли сельского хозяйства. Именно на их базе можно и нужно создавать рабочие места, так необходимые жителям села. «Кооперация – это в большом плане необходимость обеспечить занятость людей, обеспечить им заработок, чтобы они могли лучше выведены. Трудные хозяйства, когда приходят, за счёт повышения производительности кружа, они сокращают рабочие места, куда люди приедут. Мы должны, значит, вот эти все вопросы решить». Итоги поездки и в целом планы по развитию кооперации на Кубани рабочая группа обсудила уже на заседании, прошедшем в районной администрации. Планируется, что в ближайшее время во всех муниципалитетах края откроются центры компетенции, где специалисты будут помогать населению решать возникающие вопросы по сельхозкооперации, принимать заявки и консультировать. Работу центра будет курировать Кубанский информационно-консультационный центр. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».